Библейский портал экзегет.ру представляет Читаем Писание, толкуем Писание с порталом экзегет.ру. С вами священник Алексей Волочков. Мы занимаемся чтением книги пророка Аусии и толкованием этого любопытного памятника Ветхого Завета. Тема нашего сегодняшнего разговора – глава 13 книги пророка Аусии. Читаем первый стих. «Ефрем говорил страшные слова и увлек за собою Израиль. Он впал в грех из-за вала и погиб». Ефрем – северное царство, северное колено. В чем же был грех Ефрема? Почему он за собой увлек Израиль и увлек гибели к погибели, к изгнанию, к плену и к кончине? А в том, что Ефрем, то есть северное царство, северное колено, очень любили сочетать почитание Бога и почитание ваалов. Иначе говоря, на словах это все было возможно и правильно. Почитали, поклонялись Богу Библии, Богу Авраама, Исаака и Иакова. А на деле все это было внешне неотличимо от того, как их соседи Хананеи почитали ваалов, астарт и так далее. Вот такой, понимаете, синтез является тем, что вызывает гнев, осуждение у Бога и у пророка Аусии. Теперь они снова грешат, изготавливают литые статуи по своему разумению из серебра идолов, всех из которых сделаны ремесленниками. Они говорят, людей в жертву приносят, целецов целуют. Вот описывается суть этого греха Ефремова, греха северного царства. Делают по своему разумению идолов из серебра, тельцов, богатых, больших, украшенных каких-то украшениями, большие статуи, которые делаются руками мастеров. И в этом, конечно же, сквозит типичное у пророков осуждение любого идолопоклонства. Чему, кому вы, язычники, кланяетесь, поклоняетесь, почитаете, тем, кто сделан руками тварей, сотворенных существ, людей. Разве это возможно? Разве это уместно? И самое главное, описывается здесь внизу, людей приносят в жертву, тельцов целуют. Конечно же, не всегда и нерегулярно, но почитание валов иногда предполагало убийство мужчин, детей, женщин, потому что, конечно же, боги, боги-язычников нуждались в хороших, ценных подношениях. А что может быть ценнее жизни человека или тем более жизни ребенка, мальчика или девочки? За это они станут, как утренние облака, как роса, исчезающая утром, как метина, что ветер сдувает сгумна, как дым, выходящий из оконца. Описывается участь того, кто полагается на идола, на бога неправильного, ложного, отсутствующего. У него нет будущего, у этого язычника. Потому что нет основания, нет опоры, нет гаранта того, что все делающееся правильно, правильным итогом и будет завершено. С кем сравнивается участь язычника, участь идолопоклонника? С любимыми пророками Иосией образами из обыденной простой жизни. Такими как в этом стихе, стихе третьем, присутствуют четыре разных образа. Итак, во-первых, вы будете как облака, утренние облака. Они вот есть, раз подул ветер, и их не стало. Как роса, которая очень обильно покрывает траву, землю по утрам. Ты можешь ноги себе промочить, обувь сделать мокрой. Но вот поднимается солнце. Где эта роса? Ничего не осталось. Третье. Мекина. Тут, дорогие друзья, требуется комментарий, потому что многие из вас, включая меня, настоящую Мекину в жизни-то и не видели. Потому что мы живем в городах, в мегаполисах, где мы не видим ни гумна, ни сажаем, понимаете, рожь, не убираем ее, не вымолачиваем зерно. Мы покупаем муку и изделия из муки в магазинах. Итак, что такое Мекина? Собирается рожь, связывается в снопы. Рожь готова к тому, чтобы выбивать из нее зерно, твердое, готовое к помолу, готовое к тому, чтобы из нее сделать муку, из этого зерна. Так вот, это зерно выбивается из снопов разными инструментами. Мог ходить по этим снопам бык, и об этом есть образ в книге пророка Усии. За собой таская, бык таскал за собой какие-то, может быть, такие поленья, либо бревна. Короче, то, что ездило по этим снопам, по этой ржи, и вымолачивало из нее, из этой ржи зерно. Так вот, после этого собирается зерно в одно место. Это ценное что-то, это есть ресурс. Этим будем мы питаться в момент между урожаями, между сезонами. А все оставшееся, это вот такая вот труха, то, что зерно оборачивало, в себе сохраняло остатки колоса. Это есть мекина, она никому не нужна, она бесполезна. Ее выбрасывают вон, поднимается ветер, и то, что было раньше обильно осыпало, присутствовало на поле, пропадает. Мекина легкая, ветер ее уносит, и нет ей никакого, никакого нет от нее следа. Итак, утренние облака, роса, мекина, дым. Да, то же самое, дым, густой, черный дым, но вот проходит какое-то время, мгновение, и где от него след? Где этот дым? Дым-то где? Хочется спросить. Такова будет участь и язычника, полагающегося на кого угодно, кроме как на Бога. Это есть мысль пророка Усии. Я, Господь, был твоим Богом еще в земле египетской. Другого Бога ты не узнаешь, никакого нет Спасителя, кроме меня. Об этом нам сообщает стих 4. В этом стихе Бог напоминает, вспоминает о том, что было однажды в момент рождения самого народа Израиль. Однажды ты был раб, ты был не свободен, ты был не народ, ты был социальный какой-то плац, социальный класс, ты жил в Египте в доме рабства. И никакого Бога ты не знал. Но потом я тебя узнал, я тебя открылся, я тебя послал своего посланника, своего избранника Моисея, и ты получил свободу. Я, Бог Израилев, твой Израиль Спаситель. Об этом сообщает твоя же Израиль история. Я знал тебя, когда ты был в пустыне, в земле иссушенной, получили пастбища, наелись, наелись, возгородились, а меня забыли. Опять рассуждает Осия об истории Израиля. Ты был в пустыне, в земле иссушенной, и я был с тобой, и ты был со мной. Это время нашей золотой какой-то молодости. Это наш с тобой, Израиль, медовый месяц. А потом начинается жизнь, в которой вы получаете от меня пастбище, землю, солнце, дождь. Все в свое время вы наедаетесь. Наевшись, возгородились и меня забыли. Забвение. Вот что сейчас свойственно нашим отношениям, отношениям Бога Израиля. «Тогда я стал для них, как лев, как леопард, подстерегал их на дороге. Я нападал на них, как медведица, у которой отняли детей, раздирал им грудь. Я пожирал их, как лев, дикие звери рвали их на части». Вот такой Бог, друзья, Ветхого Завета. Эти образы вполне корректно используются, встречаются в Ветхозаветном тексте. Так евреи представляют себе своего Бога. Так Бог очень часто являет себя своему народу. Как кто Он себя являет? Вот такие тут есть образы. Как лев, как леопард, как медведица, как дикие звери. Вот так себя Бог сравнивает, такими себя образами Бог описывает. Как же нам, дорогие друзья, с этим совсем смириться? Как это нам понимать, что Бог действительно раздирающая нам грудь медведица, нападающий из засады леопард? Бог что, хищник? Он что, террорист? Он что, какой-то заговорщик против нас? Как нам понять все это изобилие и метафор? Ну, дорогие друзья, маленькие комментарии, позволяющие хорошее в этих образах понять, сохранить и порадоваться им, а плохое забыть и не расстраиваться из-за всего этого. Итак, дорогие друзья, что хорошего в этом образе? Хорошее то, что Богу не все равно. Бог эмоциональный, как лев, как медведь, как леопард вступает в защиту справедливости, атакует злодея, атакует ворюгу, атакует того, кто является эксплуататором, атакует того, кто своего ребенка отдают в жертву идолам. Он против всего этого зла оказывается медведем, точнее медведицей, яростной медведицей, самым страшным хищником, которое есть в мире, существует в мироздании, львом, леопардом, диким зверем. Бог выступает, как Бог активно, яростно, гневливо сражающийся со злом. Иначе говоря, Богу не все равно. Бог в своей эмоции, в своей эмоциональной реакции склонен отстаивать правду и обиженного всеми доступными для него средствами. Второе толкование такое, да, хорошо, забудем, что Бог является львом, тигром, леопардом, да, это все ветхозавечено, и мы будем жить без всего этого. Допустимая позиция. Можно и так рассуждать. Тогда как можно понимать все эти вот образы, все эти колоритные ситуации, в которых оказывается грешник? Так и понимать. Когда мы живем сами по себе, без Бога, когда мы сами себя определяем, как я поступаю, какие мои правила, куда я иду, когда я сам по себе, когда я против Бога, то я вольно или невольно оказываюсь именно в этом положении. Меня атакуют отовсюду разные бедствия, болезни, денежные проблемы, прочие болезни, прочие ситуации нехорошие. И все это может быть названо, описано именно этими категориями. Меня атакуют и лев, и медведь, и тигр, и леопард, и прочие. Можно понимать и так, друзья, это сложный для понимания и приятия восьмой стих из изучаемой главы книги пророка Усии. Дальше, стих девятый. Ты, Израиль, истреблен. Кто поможет тебе против меня? Никто. Нечего комментировать. Где твой царь? Пусть спасет тебя в твоих городах. Где правители, о которых ты просил? Дай мне царя и начальников. Ну, опять занимается здесь Усия историей о Софии. Обращается к разным эпизодам в истории Израиля, где пытается найти какие-то важные уроки, дающие наставления, дающие ответ на ситуации, спорные, неоднозначные в текущей жизни. Итак, что тут имеется в виду? Описывается история первой книги царств в нашем понимании, либо первой книги царей, первой книги Самуила в понимании в каноне книг иудейских, в иудейско-еврейской Библии. Итак, просит у Бога израильтяне, еврея, себе царя. И Бог отвечает, зачем вам царь? Я ваш царь. Вот будьте со мной, как и раньше. Но нет, нам нужен царь. И тогда Бог говорит, я вам даю царя, династию царей, но вы тем самым как будто бы невольно, косвенно от меня отказываетесь. И вот на это Усия и указывает. Вы просили дать себе царя и начальников, и отказались от Бога. У вас есть проблемы, у вас есть беда. Где ваши цари? Где ваши заступники? Цари не могут вас спасти, а Бог может. Но вы от него отступили, от него отказались. Дал я тебе царя в гневе, отнял его в ярости. То есть было время, когда монархия появилась, и однажды Бог отнимет царей, и как будто бы у Израиля обратно заберет. Будет время, когда не будет монархии в истории еврейского народа. Не забыто злодейство Ефрема, хранится память о его грехе. Когда приходит время родиться, он, неразумный ребенок, мешкает появиться там, откуда выходят дети. Еще один, понимаете, друзья, образ на грани, или вообще за гранью. Описывается момент родов. Женщина рожает ребенка, он должен там появиться, и рождающийся ребенок мешкает появиться там, где должно появиться ему. Он неразумный ребенок. И вот с этой ситуацией на грани фола, так можно сказать, описывает Осия, сравнивает Осия, положение Израиля. Ты, Израиль, тот самый ребенок, который неразумный, который должен родиться, но мешкает появиться там. Какой смысл этого немножко необычного, такого царапающего образа? Смысл такой. Не сопротивляйся тому, что должно произойти. Не пытайся уйти от уготованной и заслуженной, и благой в конечном итоге для тебя участи, участи плена, изгнания и завоевания. Не сопротивляйся, иначе всем будет хуже, иначе будет хуже и тебе, и матери, и так далее. Ты, ребенок мешкающий и неразумный, ты можешь родиться мертвым, роды могут пойти печальной участью. Итог всего этого действия будет смерть и тебя, неразумного ребенка, и рождающей тебя матери. Дальше читаем. Стану ли я спасать их от преисподней, избавлять от смерти? Смерть, где твои язвы, преисподня, где твой бич, жалость неведома мне. Еще более такой, понимаете, резкий стих, еще более необычная весть имеется здесь в этом тексте. Как можно понимать этот текст, стих номер 14, главы 13, книги пророка Усии? Друзья, есть разные переводы этого текста. Вот перевод, который я использую, это перевод российского библейского общества. Перевод синодальный, он другой. Он является тем, который как будто бы пытается соответствовать цитате апостола Павла из этого текста, находящейся в первом послании к Олимпинам, глава 15, стих 54. Чего Павел пишет? Он как бы говорит, что Бог, торжествующий, спасающий, побеждающий смерть, говорит, смерть, ну и где твоя, твою жало, ад, ну и где твоя победа, вы ничто, вы побеждены, вы сломлены, Господь воскрес, восторжествовал Бог, восторжествовала Божья правда. Это понимание этого текста апостолом Павлом, содержащийся в его послании, и под это понимание построен стих 14 в синодальном переводе. Ну, ради правды само устройство главы, сам текст еврейский имеет другой смысл. Смысл, скажем так, обратный тому, что Павел, как его толкует? Чего тут сообщает Израилю Осия и сам Бог? Он как бы говорит страшные вещи. Я вас не спасу от преисподней, я вас не буду от смерти избавлять, смерть, иди, где твои язвы? Напусти эти язвы на этот народ, на этот Израиль. Преисподняя, ну же, где твой бич? Давай, используй его, то есть призыв, да, призыв, настоящая мотивация, обращенная к смерти присподних, шелу, к аду, чтобы они все богатство своего инструментария использовали по отношению к Израилю. И режиме этого стиха очень однозначное, очень понятное и не нуждающееся в толковании «Жалость неведома мне». Ну, мы тут находим привычный нам у пророков образ гневающегося, карающего, не знающего жалости в своем суде. Образ этого Бога находим мы здесь. Однако, конечно, как мы знаем, из книги пророка Оусии, включая «Жалость ведома Богу». И жалость, и милосердие, и прощение тоже есть свойства божьего характера, даже, возможно, свойства первичные божьего характера. Как нам сообщает, завет уже новый. Дальше, стих 15. «Хотя он более плодовит, чем его братья, явится ветер с востока, ветер Господень поднимется из пустыни, сгинет его источник и сохнет его родник, разграблена будет сокровищница, драгоценности все будут похищены». Этим заканчивается глава 13 книги пророка Оусии. Описывается в этом стихе, последнем, главе 13, то, что уже скоро будет частью истории опыта северного царства, северных колен, изгнания, завоевания, плен и жизни в Месопотамии. Ветер с пустыни поднимается, он скоро опустится на северные колена, принесет с собой тучи, песка, пепла будет тем, что опустошить землю. Это опустошение очень хорошо описано в этом стихе. Источник исчезнет, сгинет, родник иссохнет, сокровища будут все разграблены, будет полная катастрофа. И вот на этом заканчивается глава 13 книги пророка Оусия. Дорогие друзья, как нам можно принять все то мрачное, что есть в книге Оусии и прочих книгах Ветхого Завета. Христианам это сделать очень просто, очень легко, потому что у нас Библия имеет две части, Завет Ветхий и Завет Новый. Новый Завет возвещает нам наиболее актуальное, наиболее верное, наиболее, скажем так, совершенное учение о Боге. И в этом учении есть там мысль, что сострадание, прощение, милосердие, нежность, любовь это есть самые основные проявления Божьего характера, Божьего нрава, Божьего темперамента. А все остальное, гнев, наказание, кара, атака, это есть то, что, как проявляет тебя добро, оказываясь во враждебном злом окружении. Если окружение злое, если есть злые люди, если есть злые нравы, то добро, оказывающееся там, оказывается тем, что описывает пророк Осия. Кара, наказание и возмездие. Дорогие друзья, зная все это, будем избегать злых нравов, злых слов, злых обществ и злых людей в себе и в окружающем мире. Дорогие друзья, толкуем писание с порталом экзогет.ру С вами священник Алексей Волочков, Петербург. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok